Ну и вы, например, привет, вижу, присоединяйтесь, принимаете решение, что вам надо, ну, сейчас я проверю, чтобы все у меня было хорошо, ну, допустим, вы немножко снимаете длину и будете делать другого оттенка, градиент, ну, вот этой системы цветных баф. И с чего я начинаю? Девчонки, вот эти фрезы гонконгские уже появились у нас на сайте. Если не забуду, как всегда, опять сделаю активную ссылку, кому интересно, можно будет перейти. Для того, что мне очень нравится по качеству, как себя ведут эти фрезы, и очень комфортно у них для работы в системе гель-лака красообразивность, поэтому имейте в виду. Итак, что я буду делать? Ну, допустим, я снимаю немножко длину, и фрезой, в принципе, мне надо спилить сейчас вот этот серый цвет и защитное покрытие. В таких случаях, да, с клиентом. То есть, моя задача фрезой. А если говорить об оборотах, сейчас, ну, где-то серединка, тысяч 15 оборотов. В принципе, материал здесь хорошо отстоял, у меня нет никакого смысла снимать розовую базу, поэтому я просто фрезую, аккуратненько снимаю, ну, вот самый верх покрытия. И не забываю прихватить еще финишное покрытие. Переворачиваю ноготок для того, чтобы снять вот здесь, и поменьше потом пилочкой прорабатывать. Ну, вот, в принципе, и все, что мне нужно было сейчас от этого покрытия. Привет, друзья! Мы работаем с системой Makeup for Nails. Те ноготки, которые у меня выложены были в HDTV, серый градиент, вот этот, да, простейший, с мгновенными цветами, я показываю, как потом очень быстро сделать вот такую быструю коррекцию. Итак, длину я убрала. Теперь я поправляю при помощи пилки форму. Надо сказать, перед этим я обязательно посмотрела внимательно, нет ли отслоек. Отслоек не было вообще. Дело в том, что правильно ставят вот эту систему Makeup for Nails. Она шикарно стоит практически без отслоек, то есть редко какие-то проблемы бывают. Дальше пилочкой я обязательно поправляю форму. То есть мне надо выпилить красивый, аккуратный миндаль. Есть какие-то вопросы у нас там? Пока вопросов нет. Ну, супер! Есть возможность тогда спокойно по порядочку сейчас рассказать, чем я тут занимаюсь. Выпиливаю пилочкой миндаль. Пилкой работаю достаточно мягенько. Это абразив 100-180. И вот эти белые пилочки, они очень хорошо подходят для работы с системой гель-лак. Привет! Привет, друзья! Я тут занимаюсь тем, что делаю коррекцию системы Makeup for Nails. Новый способ. То есть я продолжаю разъяснять эту тему. Для того, чтобы не было никакой необходимости прям каждый раз снимать полностью материал. Это не нужно. Мы можем получать градиент и другим способом. Эти ноготки были уже в прямом эфире. Я часть этого эфира выложила в HDTV. Можно его посмотреть. Уже этот эфир набрал кусочек в HDTV. Какое-то рекордное количество просмотров. Около 300 тысяч. В общем, найти его очень легко. У меня в HDTV. И вот сейчас, через 3 недели, эти ноготки у меня. И я показываю, как технологию работы с ними. Как можно потом перепилить их достаточно быстро в градиент. Опять же, при этом, если нам надо серый заменить, например, на какой-то другой. Что я сейчас делаю? Я прорабатываю свободный край. То есть моя задача получить ровно-аккуратную форму. Естественно, при отрастании ноготки здесь чуть-чуть клюют. Вот эта нижняя часть, она может быть неровной. То есть моя задача сейчас, при помощи пилки, я восстанавливаю вот эту нижнюю часть. Слежу за тем, чтобы у меня вот эта нижняя линия, да, ребро было ровненьким. После этого у меня появляется возможность проработать сверху материал. То есть там, где осталась серая недопиленная база, я ее спилю. Ну, единственное, как правило, на этом этапе я еще обязательно, ну, так как здесь не опт, но с самого начала было бы неплохо пройтись пушером, отодвинуть кутикулу. Именно для того, чтобы у меня сразу уже была вот эта готовая часть для работы пилочкой. И вот теперь пилкой я полностью прорабатываю, да, оставшийся серый оттенок базы. Она мне не нужна, дело в том, что я здесь буду менять оттенок. То есть у меня градиент будет другого цвета. Далее, пилкой обязательно снимаю блеск с отросшей части ногтя. Здесь уже прошло три недельки, поэтому нам обязательно надо подготовить ногтевую пластину к установке, к восстановлению архитектуры при помощи этой системы, да. Вот эта цветная база будет розовая у меня здесь лежать. У нас есть пара вопросов. Да, давайте поговорим. Слушаю, девчонки. Первый. От чего бывают отслойки? Отслойки всегда, чаще всего бывают следствием нарушения технологии. То есть для того, чтобы не было отслойок, надо очень тщательно соблюдать технологию. Например, если вы работаете с системой Makeup for Nails, то вы должны знать следующее. Мы как производитель вам сообщаем, что это бескислотная система. Поэтому для того, чтобы она как бы сцеплялась ногтем, нам надо вот эту зону очень хорошо прорабатывать при помощи пилки. Нежной-нежной абразивности пилки, либо бафа. За что не люблю баф, но вот смотрите, сейчас у этих ногтей у них какая-то огромнейшая поперечная арка. Видно? То есть они очень-очень вот такие все изогнутые. И когда вы ведете баф, вам иногда кажется, что он проработал какие-то закругленные места. Но на самом деле это не так. Чаще всего, девчонки, вижу прямо здесь ошибка. Вроде баф провела, подумала, что здесь зачистилась. На самом деле вот здесь как раз самые коварные места, которые надо очень тщательно прорабатывать. То есть те самые места, по которым потом шикарно-шикарно формируются отслойки. Поэтому я лично привыкла и люблю все-таки работать пилкой, потому что я ей больше доверяю. Вот, второе, да, то есть очень важно правильно, правильно вот здесь снять блеск. В противном случае не будет адгезии и будут формироваться в дальнейшем отслойки. И следующий момент, но сейчас я не буду говорить, когда по порядку буду наносить спецжидкости. Очень важно нанести правильно всю адгезивную систему. То есть правильно обезжирить, правильно нанести праймер, либо, да, бескислотный бонт. Ну, это мы сейчас с вами, девчоночки, все обсудим, правильно? Все, какой еще вопрос там, Бутон? Это твердый гель-лак на ногтях? Твердый гель на ногтях или гель-лак? Смотрите, система Makeup for Nails. Это гель-лаковая система. То есть вот в этих коробочках это мягкие-мягкие продукты, эластичные. Состав их чистый гель, очень чистый гипоаллергенный гель. То есть по сути это гелевый продукт, но вам понятнее и привычнее будет сказать, что это каучуковая база, чтобы вы понимали именно по свойствам этого продукта. Все, что я сейчас сделала? Вот смотрите, я полностью, да, пилочка сняла серый цвет. Я сразу понизила на свободном крае. Вот здесь же у меня сейчас будет переход формироваться. Подготовила отросшую часть ногтя. Видно? То есть вот таким образом у меня ноготок уже практически готов к нанесению каучуковой базы. Следующий момент. Я сейчас, конечно, сделаю, еще дополнительно проработаю фрезой. Обязательно сделаю маникюрчик. То есть моя задача здесь просмотреть, доработать ферегий. Ой, сейчас переключусь. Параллельно ответим на твой ногток. А, давай, давай, да. То есть система подходит для очень тонких ногтков? Эта система идеально стоит на абсолютно любых ногтях любого типа. То есть чем она хороша? Дело в том, что она достаточно цепкая и эластичная для того, чтобы стоять на совсем таких, знаете, пиленных, перепиленных ногтях. То есть она сама по себе очень вылипчивая. И она прекрасно из-за этого, из-за своей эластичности дружит и вот с такими эластичными ногтями. И в том числе она прекрасно себя ведет на ногтях более жестких. То есть ей вообще все равно, как бы на какие ногти стоять. Самое главное, что она очень прилипчивая, что она имеет очень большую степень эластичности. То есть вот это, пожалуй, будет самым важным. Да, какие еще вопросы? Наращивание? Нет, девочки, укрепление натуральных ногтей каучуковыми цветными базами. В Nano Professional эта система называется Make Up for Nail. То есть система макияжа ногтей. Она очень имеет игривые названия и клиенты очень любят эту систему именно за то, что... Ну вот мы делаем сейчас фактически макияж ногтей. В данном случае у меня будет красивый цветной градиент. Так, дальше здесь я буду прорабатывать сейчас ножничками срез. И как раз можно будет еще ответить на какие-то вопросы. Маникюр перед покрытием гелем надо делать, некоторые его не делают. Смотрите, я сторонник старой школы. Дело в том, что чаще всего маникюр я делаю уже после того, как я нанесла гель. Ну вот как бы объяснить. И нанесла гель, опилила. И уже после этого, так как слишком много идет работы пилочка возле кутикулы, то есть уже только после этого я могу там дорезать что-то, дошлифовать. Потому что пилка, в принципе, при работе понад кутикулы, она очень-очень сильно, ну как бы снимает все-все роговевшие частички. На самом деле не так много остается. Иногда из-за этого более травматична кутикула. То есть вам же еще потом все это дело пилить. Вот, поэтому в такие моменты, ну как бы я стараюсь все-таки при наращивании, при коррекции нарощенных ногтей, гелевых ногтей, да, ногтей более жестких, все-таки маникюр переносить на вторую часть. Все, все, что нужно было мне срезать, я срезала. Сейчас еще могу, ну вот смотрю по ситуации. Есть ноготки, которые нужно зашлифовывать, есть такие, которые можно мне зашлифовывать. Ну в данном случае я чуть-чуть пошлифую кутикулу. Привет, привет, девчонки, доброго дня, вижу, вы присоединяйтесь. Что мы делаем, те, кто только присоединится? У меня в HDTV есть ролик с новым, да, с работой, с новой системой Makeup for Nails, где сделала базы градиент. Сейчас эти ногти ко мне пришли. Я показываю, как дальше можно с ними работать, с этими ноготками. Именно для того, чтобы быстро восстановить градиент другим оттенком, при этом без полного снятия. Девчонки, обязательно эфир сохраню. Причем так лагает сейчас этот Инстаграм, что я пытаюсь всегда сохранить эфир для выгрузки в YouTube, но мне не получается. Поэтому я периодически делаю как бы захват видео с экрана и стараюсь что-то в HDTV выложить, если у меня эфир сохраняется. Привет, привет, девочки! Итак, смотрите, все, ногтевая пластина у меня подготовлена. Все, что нужно было мне снять объем, я его полностью сняла. Видно, у меня уже проработана нижняя параллель, то есть видно, ноготочек у меня весь аккуратненько опилен. Если говорить о ширине свободного края, сейчас покажу, какой он. Ну вот вам в порядке как бы работы, я их в квадрат потом перепилю. Но для вас просто хотела показать, как можно сделать вот эту быструю как раз коррекцию. Да, девчонки, это гель-лак. Натуральный ноготь снизу почищаете до конца? Вообще не почищаю. На свободном крае только получилось, что он у меня немножко, да, за счет того, что я работала пилкой, вот эту зону всю делала ровной. У меня он немножко поднялся, и видно, вот этот торец сформировался. Но сам ноготь я вообще не трогаю. Если бы здесь было много отложения солей, ну бывает так иногда, я бы их чуть-чуть почистила, да. Но в данном случае ноготьки чистые, и чаще всего я даю рекомендацию своим клиентам. С лимоном прекрасно очищаются, белеют ногти под ногтями, и периодически есть такая прям проблема и потребность. Можно с лимоном хорошенько чистить их, с щеточкой. Про ножнички спрашивают, как подобрать? Девчонки, мне подбирала йока ножницы в йока Настюха, вот эти, мне они безумно нравятся. То есть все, что касается маникюра, я как бы не скрываю, маникюрша я так себе, поэтому я безумно доверяю мнению нашего ведущего инструктора. Настя Агадецкая, весь материал, все фрезы, она еще для меня, учит меня. Поэтому девчоночки, вот прям вот эти ножнички мне безумно понравились. Как бы их показать. Это эталон с заточкой, вот, и куплены они, по-моему, в йока, не в йока, или в эталоне. В йока тоже, Насте, очень ножнички нравятся. Это просто на выставке мы у меня специально покупали, Настя меня взяла за руку, и мы пошли искать мне ножницы. Сколько стоит эта система, и где ее приобрести? Приобрести, ссылки все активные есть, например, у меня на странице. Вообще, на сайте компании Nano Professional, называется система вот так, Make Up for Nance. Давайте не будем про рекламу, я все-таки хочу больше сосредоточиться сейчас на технологии. И начну, ссылочки я сделаю все в сториз. Скорость аппарата уточнил. По аппарату Strong. Девчонки, чаще всего, если я работаю вот такой большой фрезой, то тут обороты очень маленькие, 6800 максимум. В противном случае просто к ленту будет очень горячо. Все, сейчас давайте я прям одним блоком расскажу технологию восстановления. То есть мы сейчас будем делать градиент. И первое, с чего я начну, именно с адгезии. То есть тот самый вопрос, который очень важен. Первое. Любой материал, каучуковая база, гель, полигель, там не важно, они не любят жир. То есть полимер не любит жир. Он связывается с ним, вместо того, что сцепится с ногтевой пластиной, он сцепляется с жиром, и в дальнейшем это дает отслойки. Поэтому обезжиривание – это очень-очень важный этап технологии. Поэтому обезжириванию я всегда уделяю тщательное, тщательное внимание. И обязательно вот так тщательно прохожусь с обезжиривателем ноготок. Мы как раз убираем остатки там всяких пылинок. То есть у вас создается нормальное, хорошее рабочее поле. Для следующего шага. Значит, обязательно в системах, в любых, да, производитель предлагает вам, ну, какие-то праймеры, либо бондексы. Ну, в данном случае у меня здесь вот стоит цифра номер один из системы Makeup for Nails. Мы прям ввели вот этот бескислотный праймер. Праймер, знаете, почему слово? Это по аналогии с макияжем. То есть некое средство под макияж, которое будет увеличивать его стойкость. В данном случае это средство номер один, праймер. По сути, девочки, это бескислотный бондекс. Если говорить о другой системе, да, просто гель-лак, у нас протеин плюс, тоже это бескислотный бондекс. То есть у нас вообще все системы бескислотные. Поэтому очень важно, как правильно наносить вот это бескислотное средство. Первое. Смотрим внимательно на ноготь. Если остался обезжириватель, на мокрый обезжириватель, бескислотный бонд, да и праймер кислый тоже наносить нельзя. То есть то, что должно улетучиться с ногтя, все должно полностью улетучиться. И только после этого мы приступаем к нанесению праймера. Тщательно-тщательно отжимаю кисть, потому что бонды, они не любят слежать в влажной большой луже. Они просто не успевают высыхать. И вместо эффекта двухстороннего скотча, вместо того, чтобы слепить, да, ноготь и гелевое средство, ну, неважно какое, любое, да, полимерное средство. Вместо этого они формируют отслойку. И бонды следует наносить максимально тонким слоем, без нахлёста, вот как бы в одно движение. Если на весь ноготь, то как бы не должно быть нахлёстов, то есть два-три раза мазюкать по одному месту нельзя. В противном случае вы создаете избыточное количество материала, и бонд не работает, он вам создает отслойки. Сейчас ровно 30 секунд. Вот. Грунтовка, ну, в данном случае в системе Мэйкап, это средство номер один, праймер, будет сохнуть, а я отвечу на ваши вопросы. Какие вопросы у нас, Толочка? Ну, у нас был вопрос по поводу протеин плюс, можно ли использовать? Можно, девчонки, можно. Это стандартная система мягких каучуковых покрытий, в данном случае оно гелевое, но оно точно так же работает. Спрашивают, чем обезжириваем? Девчонки, у нас в системе это вот такой клинер, очень классный обезжириватель, причём скажу, он классно обезжиривает, но ещё не такой мощный, от которого что ж белеет. Он как раз вот очень сбалансированный и достаточно щадящий. Тоже нановские, девчонки, я работаю на нано, я разрабатываю продукты для нано, чтобы ни для кого секретом не было. Я нанятый сотрудник, поэтому я могу быть очень независима, то есть я, у меня нет акции этой компании. Я просто действительно стараюсь делать всё, чтобы все технологии были доработаны, все продукты были идеальными, то есть это моя работа. И в том числе, ну, придумываю какие-то новые фишки и обязательно придумываю какие-то новые материалы. То есть вот я этим занимаюсь, поэтому у меня, конечно, всё на ночь. Ага, какие ещё вопросы? Ну, конечно, спрашивают, когда приедете на Невские берега. Хорошего вопроса. Волгоград, когда приедете. Волгоград, привет, Питер, привет, девчонки. Безумно была бы рада встретиться с вами. Но пока вот в рамках прямых эфиров я очень рада, что у нас есть такая возможность с вами встречаться. Что-то там кто-то хихикалки хихикает, хихикалки привет. Ну, просто. И смотрите, друзья, здесь у меня в качестве базового средства я использовала вот такой красивый розовый камуфлик. Это как раз вышла новинка совсем недавно, French Set. Это набор из системы Makeup for Nails. Очень красиво закамуфлированных баз. Ну, в данном случае база 8.2. Видно, это такой цвет пыльной розы, очень свежий, очень нежный. Долго искали вот эти оттенки. Это наша личная прям разработка. То есть вот это колорирование. Мы ему посвятили очень много времени, больше трех месяцев колорировали. Поэтому из этого набора я хочу опять использовать вот эту базу 8.2. При помощи нее восстановлю архитектуру. Тут же три недели назад, да, все вот это отросло. Теперь мне надо все это дело восстановить. Итак, как я буду работать? Первое. Ну, вообще, вот так как база, ну, стандартная каучуковая, сразу скажу, технологии выкладки их куча. В данном случае опирайтесь на то, что вам удобно. Поэтому я, например, для меня комфортнее работать вот так. Я вот таким, как бы, втирающим движением практически. Она не очень, вот видно, не сухая, но она не слишком мокрая. Именно для того, чтобы база у меня никуда не затекала. Первым шагом мне очень удобно, как бы, обрисовать то, где у меня вся эта база будет сидеть. Поэтому я вот таким втирающим почти движением, как бы, делаю сначала обрис. То есть показываю в базе, где она у меня сейчас будет вся сидеть. Поэтому внимательно-внимательно просматриваю, особенно зоны вростах, где иногда кисточка не успевает, да, подмочить. Ну, просто потому что кто-то не видит. И вторым шагом ныряю в бутылочку и уже восстанавливаю архитектуру. Видно, мне надо вот тут доложить возле кутикулы. Ну, как бы, восстановить целостность вот эту красивую, чтобы красивенький ноготь был. И так как целиком-то архитектура у меня уже, в общем-то, выстроена, я же не спиливала совершенно ноготь вот здесь посередине. В целом, я делаю вот такую выкладку возле кутикулы. И дальше вот такими движениями просто покажу при помощи кисти волосок, где базе нужно усаживаться. И хороши эти базы тем, что сами по себе у них просто потрясающая способность именно к самовыравниванию. То есть, видно, я просто кистью волосок показала, в каком направлении мне надо, чтобы база работать. Она у меня сейчас подтекает, красиво усаживается. Если, допустим, вам не нравится, да, и надо что-то подправить, в любой момент вы можете перевернуть ноготок, то есть заставить каплю как-то отвиснуть по-другому. То есть можно делать абсолютно все с ней. Самое главное вам получить идеальный-идеальный результат. Вот мне сейчас безумно нравится, поэтому я сейчас справляю на просушку. Вот, то есть, видели, нет никакой необходимости полностью спиливать. Вот, базы идеально стоят. Я спиливаю только отслойки какие-то, если были грехи, проблемы, да, если они возникли. Девчонки, база French. Показываю вам French как раз коллекцию, то есть, которая создана специально для French. Красивые-красивые оттенки, вот, обратите на них внимание. И дальше я хочу сделать градиент. То есть, нафига мы вообще затевали всю эту тему? И в данном случае я градиент буду делать коробочкой Tint Winterset. Что это такое, я сейчас расскажу. Дело в том, что самая фишка наших баз, что они имеют совершенно необыкновенные какие-то сумасшедшие цвета. Но в данном случае это тоже каучуковая база. Увидели? В чем преимущество, в чем фишка? Я хочу сейчас работать как раз вот этим оттенком. Это очень-очень красивый джинсовый цвет. И было найдено сначала через белый Baby Boomer, что на самом деле камуфлировать и делать необыкновенные переходы базами, делать необыкновенные переходы, градиенты из натурального цвета, проще все-таки каучуковыми базами. Вот я сейчас показываю как раз технологию работы с каучуковой базой. Вот. И в данном случае покажу другой цвет. В прошлый раз, да, серенький был, а сейчас вот такой джинсовый. Потрясающий оттенок. Сразу скажу, если у вас базы долго стоят, вот эта база сейчас вот коробка стояла месяц на складе, ее только сегодня вскрыла. Перед употреблением надо немножко вмешать, потому что все равно пигмент, он сам по себе достаточно тяжелый. Это не в смысле плохая база. В смысле пигменты это достаточно тяжелые субстанции. Они иногда пытаются осесть. Поэтому здесь есть шарик, и иногда эти базы есть смысл взбивать, для того, чтобы заново, однородно закамуфлировать. Смотрите, сейчас у меня, да, вот эта розовая подложка уже полностью высохла. У нее есть дисперсия. И прямо по этой дисперсии я начну делать градиент. Первое. Я тщательно отжимаю кисть. То есть кисточка у меня должна быть достаточно сухая при работе. И я вот такими пробирающими движениями начинаю сейчас достаточно близко к кутикулу. Девчонки, то, насколько глубоко будет у вас сидеть градиент, вообще все равно. Как решите, так и будет. Хоть от кутикулы, вообще все равно. То есть в данном случае я сейчас показываю просто саму рабочую схему. Глубину градиента решайте сами. То есть первое. Я сейчас начинаю вот таким образом прорабатывать. Вот смотрите, первый заборчик сделала. Чуть-чуть сняла с кисти материал. Делаю голубым этим цветом второй заборчик. То есть видно, что происходит. Дело в том, что из-за того, что у этой базы такая супер крутая способность к самовыравниванию, она сейчас сама как бы начинает разъезжаться и распределяться. Второй заборчик был здесь. Опять чуть-чуть сняла базы. Делаю здесь вот таким образом. Третий заборчик. То есть видно, прям с кисточки распределяю максимально однородно. И немножко по свободному краю пройдусь. Увидели, что делает база? Она сама по себе усаживается. И получается очень-очень красивый переход. Дальше. Прежде чем подать в лампу, я беру абсолютно любую. Девчонки, видно, без просушки. То есть сейчас я все это делаю по-мокрому. Я сейчас беру абсолютно любую кисточку волосок. И прежде чем подать на просушку в лампу, я еще могу какие-то детали прям подправить. Кисточкой волосок там что-то перераспределить. Вот тут в зону вроста, да, например, как бы сделать. Ну вот кисточкой в зону вроста просмотреть. Проверить, есть ли там материал, нет материала. И если меня все устраивает, я могу отправить на просушку в лампу. Круто, да, девчонки? Сразу скажу, чаще всего на эфир я беру один ноготь, потому что так быстрее. Я не люблю затянутые эфиры. Но чаще всего я работаю с двумя ногтями. Пока на одном идет усадка, я на втором что-то делаю. Этот уселся, я начинаю быстренько прорабатывать свободный край. Проработала свободный край, отправила на просушку в лампу. Понятно? То есть вот такая крутая идея. И сейчас скажу, таких оттенков 9 штук, они очень круто покрывают основные потребности клиентов. То есть есть офигенные цвета, летние. Вот они были очень продаваемая серия, просто она бомбанула. Я просто знаю, что не все в курсе. Вот, и я вам рассказываю, что есть еще другие цвета. А, чуть я заговорилась, пока говорю, видно, у любой жидкости есть поверхностное натяжение. Просушила ли ты розовый? Розовый просушила, да. Я видела сейчас из эфира, ненадолго выскочила. Так вот, я сейчас говорила про эту каплю. Поэтому так важно, прежде чем подать в лампу назад, я вот так при помощи кисти волосок, вот такими движениями, назад оттягиваю вот этот цвет, да, на свободный край и отправляю на просушку. Уже давайте все-таки действительно его просушим. Вот. Всю технологию можно сначала посмотреть. Быстро получается безумно. Ой, давайте я покажу сейчас, пока сохнет у меня модель другие цвета. Винтер сет получился самым сдержанным. То есть сюда входит серый оттенок. Я его безумно обожаю. Это прям мой, прям цвет. Да, и вот сидит. А у меня просто был до этого серый цвет. И вот такой офигенный хаки. На зиму вот вообще просто бесподобный. Он, знаете, кому подходит? Ну, то есть девочки у них, вот, цветотип осень. Они такие теплые. Им настолько красиво ложится этот хаки оттенок. Потом вы можете делать двойной градиент. То есть сначала один цвет, потом другой цвет. Девчонки, все это есть. И на моем канале в YouTube все эти вещи. Обязательно обратите на них внимание. И если полистать страничку вниз, можно посмотреть другие оттенки. То есть все градиенты с натуральными цветами, которые вы найдете у меня на странице, они на самом деле сделаны вот такими крутыми базами. Так что, девчонки, имейте в виду, классная вещь. И сразу скажу, инструкторы некоторые их кладут вообще целиком, ну, как цвет. То есть можно и так. Что хотите, короче, то и делайте. Носятся, стоят они просто идеально. Спрашиваем. Только для гель-лаковой системы или для коррекции наращенных тоже подходит эта система? Девчонки, она подойдет. Но учтем, что это достаточно эластичная система. Если вы ее сверху перекройте толстой, ну, как-то неадекватно перекройте, она может дать трещину. То есть, в принципе, на наращенный ноготь сделать градиент такой базой вполне реально. Почему бы и нет? Круто, да, вообще? Ух, я обожаю эту систему. Девчонки, есть прямой эфир по двойному градиенту у меня на канале в YouTube. Если я не забуду, я сегодня ссылку вам поставлю в Stories. Настя показывала, у нас такой хороший эфир получился, просто офигенский. Он у меня на канале в YouTube в записи лежит. И теперь, эфир выпадал, вы можете использовать абсолютно любой каучуковый топ. В нашей линейке сейчас топ-энд-го, он идеально подходит. Итак, что я буду делать? Да, в целом, мне просто надо сделать обычное перекрытие топом. Ага. То есть, самое обыкновенное перекрытие топом. Ну, в данном случае... Не шевели сейчас. То есть, слежу, чтобы как пирожок, да, у меня финишное покрытие запечатало все. И потом поделюсь одним как раз моментом, о котором в прошлый раз не сказала. Так, обязательно аккуратненько прохожусь. Люблю этот топ за то, что у него тоже очень высокая степень самовыравнивания. То есть, видно, я его нанесла, он берет и сам в блик выстраивается. То есть, я за это очень его люблю. Дальше. Обязательно. Я вот большой любитель то, что попилила, я обязательно, ну, как это, запечатываю, что ли. То есть, только в этом случае остатками топа я немножечко, немножечко, как бы, увлажняю вот этот торец опиленный. Просто для того, чтобы, ну, меньше туда влага какое-то время попадала. Проверяю блик. Проверяю вот таким образом блик. Вот смотри, проверила, да? Все окей. И отправляю на просушку в лампу. Топ энд гоу, он и называется так, ну, типа покрыл и пошел. У него нет липкого слоя, поэтому я просто отправляю его на просушку. Время просушки не менее 30 секунд. То есть, за это время хорошо полимер схватывается и, в принципе, потом носится очень здорово, без проблем. Мне еще нравится, что топ энд гоу, он не сильно желтеет. Вот он есть, но это незаметный вот глазу такой нюанс на самом деле. И для системы Makeup Funnels он вообще не меняет тональность, то есть она остается вот такой, какая есть. То есть мало в него впитывается пигмент, поэтому новая формула прям, девчонки, я от нее в восторге, попробуйте. Раньше топ был слишком жесткий, поэтому мы приняли решение его поменять. То есть видно, мы постоянно дорабатываем продукты. Билд мы тоже поменяли полностью, он скоро выйдет в новой формуле. И вот периодически в прямых эфирах я анонсирую вот эти известия. И смотрите, теперь, прежде чем отпустить человека, так как у меня здесь было одно выравнивание, потом в противовес ему шло второе, да, вот с таким камуфляжем. Вот здесь всегда возникают легкие-легкие натеки. И прежде чем отпустить человека, я вот таким образом пилочкой обязательно устраняю. Иначе потом эти уши отрастают, и у человека очень некрасиво он ковыряет их себе, вы знаете. Поэтому на этом этапе я обязательно пилочкой вот эти места смотрю, если чуть-чуть поднатекли, я обязательно их прорабатываю. То есть увидели, и вот таким образом мы получили вот этот новый свеженький-свеженький наготовый. Ой, друзья, надеюсь, эфир был полезным. А вообще тут Тома работает.